МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре продолжают ремонтировать тротуар на улице Зелёной. Как уточнили в пресс-службе администрации Куйбышевского района, это уже второй участок пешеходной зоны, который в этом году приводит в порядок. Во время первого этапа отремонтировали тротуар от улицы Бакинской до Медицинской. Сейчас рабочие трудятся на участке от улицы Медицинской до сквера нефтяников. В железнодорожном районе Самары на улице Партизанской, 38, горели два нежилых и одно жилое здание. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. В 20.12 пожар локализовали, а в 20.49 открытое горение ликвидировали. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Для тушения привлекли 33 человека и 8 единиц техники. Также эвакуировали три газовых баллона. В Самаре на одном из популярных интернет-сервисов для размещения объявлений предлагают купить книгу с автографом Сальвадора Дали за 500 тысяч рублей. По мнению продавца, уникальность этого творения в том, что оно на 100% подлинное. Сегодня в 20.00 на главном стадионе Самары состоится матч между крыльями Советов и московским «Динамо». Специально для тех, кто не сможет попасть на зрительские трибуны, мы будем вести прямую текстовую трансляцию игры в телеграм-канале. Матч между крыльями Советов и «Динамо» рассудит Ян Бобровский. Помощниками арбитра станут Рашид Абусуев и Дмитрий Маликов, а резервным судьей – Константин Аверьянов. Видеоассистентами назначили Романа Сафьяна и Павла Кукуяна, инспектором РПЛ Олега Соколова. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в честь Дня подразделения специального назначения Вооруженных силы Российской Федерации. Он подчеркнул, что этот памятный день в Вооруженных силах Российской Федерации. Многие из них встречают на передовых позициях в зоне специальной военной операции. Как и подобает воинам-спецназовцам, они мужественно выполняют свой воинский долг. Сегодня на них равняется наша молодежь, волонтеры, юнормейцы, представители военно-патриотических клубов. Сегодня впервые за последние две недели на Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Пик активности зафиксировали в 7.56 по самарскому времени. По предварительным данным, этот выброс не окажет прямого воздействия на Землю, но может задеть ее показательный. Ученые анализируют полученную информацию и вскоре представят прогнозы о том, как эта солнечная вспышка повлияет на нашу планету. Редактор субтитров А.Семкин